Состояние предметного словаря. Тут спрятаны карточки. Мы просим ребёнка либо назвать обобщающее понятие, либо назвать каждый предмет отдельно. И даём ещё варианты различения на слух. Это указано в речевой карте. Глаголы. Просим ребёнка назвать действия знакомые. Затем предлагаем различать на слух. Глаголы, похожие по звучанию. Стоит, сидит. Пьёт и льёт. Прыгает, играет. И так далее. Обследование слоговой структуры. Ребёнку предлагают называть слова, которые он видит на экране. Односложные, двухсложные и так далее. Назвать первый звук в слове. Задание. Аист, а, индюк, и. Ну и так далее. Открываем по одному. Затем назвать последний звук в слове. Кот. Кот. Дом. М. Нос. С. Ну и так далее. Ш. С. С. Так, неречевые звучания. Тут два варианта заданий. Опознавание или развлечение. Если опознавание, ребёнок не знает, что за домиками, мы даем ему послушать. Ну, он должен назвать, что он слышит. Если не опознаёт, тогда предлагаем вариант с развлечением. Показываем предметы. Ребёнок отвернулся. Включили звук, повернулся. Покажи, что звучало. Там у меня мышка. Сова. Дятел. Кто там ещё? Тут музыкальные инструменты спрятаны. Вот они. И звуки людей. О, какой кашель ужасный.